И красавчики там, и там собачечки мничать вводишь. Да, да, да. Только вот этот механизм может привести к именно такому оккультуриванию нашего социального пространства. А борьба, она никогда не приводила к каким-то позитивным эффектам. Поэтому лучше всего на своем примере показывать, ну вот как раз сейчас, я вот услышал даже, была какая-то вот такая тема искусственного скандала, где разыгрывалась в общем-то, ну в негативном, мне как кажется, таком варианте Артемий Лебедев со своей мамой. Они даже ездили в Америку на конференцию, где как бы преподавали вот это искусство скандала. А давайте теперь посмотрим с противоположной стороны на это искусство скандала. Искусство скандала это не развить его, не довести до абсурда, а максимально сгладить и показать несостоятельность самого скандала, чтобы человек, который пытался навязать людям скандал, навязать какому-то другому человеку, ну такое разжигание конфликта, чтобы человек понял, что это неэффективно, это разрушающе, но это очень высокая культура погасить скандал. А здесь наоборот, преподается искусство его разжечь. На телевидении там школа злословия была, там две дуры занимались, так сказать, фактически людей обливали грязью и хамили. Ну, видите, это же неспроста, я думаю, просто нормальные люди, чтобы просто получить удовольствие от общения, не могли бы догадаться до таких технологий, чтобы через СМИ показать вот этот стереотип поведения, когда кто-то кого-то как-то обзывает, принижает, кричат друг на друга. Криком никогда не достигнет ничего. Вот очень интересная вещь, вот эти тенденции, они идут с Запада, ведь они идут с Запада. И на Западе они, кстати, очень действуют. Что случилось? У Западного мира есть хозяева, мы прекрасно знаем, организаторы некоторых тенденций, направители тенденций. Ведь тем самым, запустив процесс, вот пока это интернет-деградации, они убивают важнейшую способность белой расы порождать высокие научно-технические культурные инновации, настоящие инновации, творить. То есть чем был силен, собственно говоря, Западный белый человек? Что он мог создавать новую технику, новые общественные порядки, новые вкусы, новые моды. Он царствовал благодаря этому. А сейчас наблюдается интересный процесс. Хозяева Западного мира закулисных, они запустили механизм, который уничтожает способность белых в западном их изводе творить. Ну, можно, наверное, эту точку зрения, конечно, принять. И самое главное, что факты, к сожалению, говорят, что вот нечто подобное происходит. Но я бы, может, попытался так чуть-чуть сгладить ситуацию, что, наверное, есть и естественные процессы, которые, если не регулировать в сообществе, и когда возникают новые коммуникации, новые просторы, ну, понятно, что вот представьте, что люди открыли новый континент, приехали какие-то конкисткадоры на новую территорию. Понятно, что в первые времена будут править бандитские законы. И только потом, когда люди самоорганизуются, постепенно, может быть, даже через несколько поколений, возникает определенная культура мирного такого сожительства. Так, и здесь мы видим, что есть естественная сила разрушения, но, наверное, к сожалению, есть некоторые, наверное, факторы, которые показывают, что здесь еще есть искусственный разогрев вот этого конфликта, раздрая построения. То есть, например, мы видим, что сейчас на современных средствах, ну, например, по радио, радиомаяк для меня тоже один из показателей, то есть, там вдруг показана целенаправленно антикультурная вообще какая-то сама по себе методика проведения диалога. Ну, вот, бывшие все союзные радио. Да, люди вдруг начинают громко в группе как-то смеяться, причем над самыми, наверное, может быть, сокровенными потенциально какими-то темами, ну, например, о родине, об отношениях людей к семье, да к самим себе. И вот самое святое возникает, ну, как бы возникает такой прикол, это как бы смешно, они начинают смеяться, обыгрывать различными штучками, и, в общем-то, люди, которые впервые, особенно молодые ребята, которые, ну, и испытывают комплекс, вот как-то общение со своими сверстниками, ну, трудно наладить каким-то таким, ну, таким своей силой интеллекта, какой-то таким уважением, ну, очень легко запустить какую-то пошленькую штучку там, какой-то... Володежность людей, это наиболее, наиболее распространение. В общем-то, это будет как бы востребовано, ты вдруг становишься таким в рубахах-пале, невостребовано. Но зато плата за это какая? Ты потерял, вообще говоря, культуру общения. Ты потерял, вообще, понимание, даже себя потерял, когда ты можешь представиться и себя как-то обозвать подонком, и ты этим радует... Да, из этого капкана уже потом очень сложно выбраться. Ты себя идентифицировал с этим, ну, дальше, ну, 100% возникнет через некоторое время и разрушение личности, и человек начнет собирать себя, вот, как-то, ну, свое сознание ориентироваться в пространстве с друзьями, и в какой-то критичный момент, когда ему действительно потребуется какая-то помощь, а он получит такую же оплеуху, и моральную, и словесную, и этическую... То есть надо брать, собственно говоря, теперь не только там мосты и телеграф, прежде всего нужно брать средства массовой коммуникации, и где-то начинать транслировать нормальную культуру общения, самоуважение. Тут я еще могу сказать, может быть... И с уважением другим. Даже больше. Теперь надо брать, как говорится, не мосты, не телеграфы, а внутреннее социальное пространство, внутренний мир молодого поколения. Вот где происходит, ну, назовем так, пересечение всех политических путей. Все пути политические, всех сил проходят через мозг людей, через этику, культуру молодого поколения. Ну да, иначе эти подолки, и долбоебы, извините за выражение, через два, через десять лет... А это станет норма! ...элитой, где же мы окажемся? А он другого не видел, он даже не знает, ну, представьте, что когда ты ни разу не видел какого-то, ну, объекта, и вдруг тебе этот покажут, как вот папуасу, покажи самолет, он никогда не поймет, что это такое. А этика и культура социальных отношений, это еще сложнее. Самолет он через некоторое время все-таки научится распознавать, и поймет, что это такое. А вот, когда отсутствует культура, это, по-моему, уже невосполнимо. Ну, мы с вами, напоследок, собственно говоря, еще хотел вопрос за то. Ну, мы с вами, в принципе, относимся к одному типу советского, русско-советскому типу. Вы в него годитесь в старшие братья, скажем так. Мы прекрасно помним наше поколение увлечения наукой, техникой, необычной литературой, собственно говоря, тайной... Ну, есть слово романтики. Мы романтики, в общем, да, действительно. Если у вас есть надежда, что на каком-то новом уровне вернется... Я думаю, вот этот... Что мы уйдем от этой деградации. То есть, защита от деградации, она пронизана в самих, наверное, каких-то недрах нашего, в основаниях. Где-то лежит. Оно лежит в таких глубинах. Это в языке, это в нашей инфраструктуре. Ну, понятно, что вот этнические какие-то ценности у любого народа это самое большое достояние. Уважение к земле, к своей, к своим предкам, к своей культуре. Да, мы, может, другие... Мы сейчас не будем, например, там пропагандировать, что все теперь мы должны жить там, питаться там, каким-то старой едой, пить квас там... Ходить в лаптях. Ходить в лаптях там, пить чай из самовара. Нет. Но мы должны оценить эти культурные разные достижения и двигаться дальше, ничего не разрушая, не отрицая, а только созидая. Мы говорим о творчестве. А творческий человек может быть только романтиком. Творить подонку никаких шансов, и подонки никогда не творят. Ну что ж, спасибо, Владимир Александрович. Вот, ну а вам, наши дорогие телезрители, мы посоветуем, прежде всего, оставаться настоящими людьми, благородными, уважающими и себя, и других. Ибо тем самым мы бросаем вызов силу деградации и смерти. До новых встреч, друзья. Ну, я бы еще добавил, чтобы не на подонках остановиться, а все-таки на уважающих себя личностей. То есть давайте любить не просто абстрактно так, а быть романтиками, восхищаться и собой, и своими друзьями, и окружающим миром. Понимаете, это настолько интересно и прекрасно, и самое главное, перспективно. Спасибо. Еще раз до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok